Все совершают ошибки, но некоторые из них оказываются долговечнее других. Вместо того, чтобы носить на себе неловкие напоминания о своём прошлом, некоторые люди придумали, как можно изменить татуировки, будь то превращение имени или лица бывшей подруги в одну большую шутку, прикрытие для старого рисунка или просто столь необходимое улучшение. И вот самые креативные изменённые татуировки. Для начала классика. Я вытатуировал имя бывшей на заметной части тела, потому что думал, что наша любовь будет вечной, но она закончилась. Не знаю, что сделала Мэри, чтобы её имя оказалось на груди этого парня, но, вероятно, она совершила что-то неприятное в дальнейшем, раз вместо её имени появился вот такой рисунок. Превратить букву Y в G и добавить наклонную И – хорошая идея, надо признать. Но есть что-то странное в этой версии Мардж Симпсон в стиле журнала Playboy. Я бы не удивился, если бы оказалось, что эта татуировка была на груди Гомера. Должен быть более креативный способ скрыть имя бывшей, чем вычёркивать его или превращать во что-то менее приятное, да? Не уверен, что такой вариант считается более приятным, но он точно креативный. Тара Лин недействительна. Иметь такое смелое заявление на коже всю жизнь может и не лучшая идея, но печать поверх имени бывших на удивление популярный выбор. Это же только привлекает внимание к имени, разве нет? Хотя некоторые татуировки сомнительны, мягко говоря. В целом это просто вопрос личных предпочтений, разумеется. Что вы думаете об этом рисунке? Мило или просто уродливо? Тот, кто сделал такое тату, явно склонялся ко второму варианту и в итоге превратил пёсика в настоящего любителя вечеринок. Он обзавёлся колпаком и даже бутылкой с чем-то крепким. Интересно, за этим стоит какой-то глубокий смысл или кто-то просто очень любит развлекаться? Не знаю, как вам, а мне оригинальный пёс даже кажется милым. А вам? Если вы считаете, что стало лучше, то жмите на нравится, а если стало хуже, то на подписаться. Хотя, кого я обманываю, советую сделать вам и то и другое. Ведь тогда вы сможете первыми узнавать о новых видео со странным, интересным и потрясающим контентом. Продолжаем. В некоторых случаях даже не приходится перекрывать оригинальную татуировку. Просто взгляните, как здесь избавились от имени бывшей. Забудьте про Лорен. Теперь это Ральф Лорен. Кажется, что это умное решение, но кому на самом деле захочется ходить со знаменитым логотипом на руке? Будем надеяться, что этот модный бренд не выйдет из моды. Ради этого парня. Вытатуировать чьё-либо имя на запястье или руке курсивом – это одно. Но если вы хотите сделать более романтический жест, почему бы не написать имя возлюбленной на ключице? Этот парень решил, что заменить имя девушки на название острого соуса, добавив Ча неподходящим шрифтом и неудачную версию логотипа – очень умная идея. Но кто скажет ему, что название Сри Рача пишется не так? Сара, если ты это смотришь, то тебе повезло уйти от него. Сделать тату с именем девушки, а потом расстаться с ней – это большая ошибка. Но некоторые идиоты пошли дальше и вытатуировали лица возлюбленных. Либо это изначально был ужасный рисунок, либо эта женщина не была Мерлин Монро. Но как этот мужчина избавился от такого плохого портрета, когда отношениям пришёл конец? Сделал огромную татуировку гориллы поверх него. Интересно, это оскорбление или он бросил девушку где-то в то же время, когда весь интернет оплакивал гибель гориллы Харамбы в 16-м году? Кто знает? Делать татуировку с живым человеком рискованно. Как мы уже видели, многое может пойти не так в дальнейшей жизни и особенно в отношениях. Но как насчёт членов семьи? Когда канатка Линси Пирс сделала татуировку со своей дочерью Эйс, она даже не могла представить, что ей придётся что-то менять. Но всё изменилось, когда Эйс стала трансгендером в 15-м году. К счастью, муж Линси Стив тоже тату-мастер, поэтому он смог слегка изменить гендер на татуировке и всё исправить. Маленькая девочка в розовом платье и с косичками превратилась в парня в синей рубашке и шортах, и с короткими волосами. Эйсу невероятно повезло с родителями. Многие люди проходят через фазу в подростковые годы, когда кажется, что сделать татуировку – это самая важная вещь во всём мире. Но если сделать её, не подумав при этом как следует, в результате может получиться глупость вроде этой. Кажется, что ребёнок с фломастерами перепутал кожу с альбомом для рисования. К счастью, такую ошибку можно исправить благодаря талантливым и опытным мастерам, которые улучшают рисунок. Это уже не мяу, а вау! Если вы думали, что мяу выглядит ужасно, то посмотрите на эту ужасную попытку зарисовать знак зелёного фонаря на груди. Во-первых, кажется, будто его раскрасили фломастером, а во-вторых, такое ощущение, что его вытатуировал кто-то пьяный. Серьёзно, в этом круге нет и следа симметрии. К счастью, это недоразумение стало намного лучше благодаря вмешательству хорошего тату-мастера. И вот он, настоящий супергерой в этой истории. А у вас есть неудачные татуировки? Или были? Может, вы напились и решили заглянуть в тату-салон? Или сделали одинаковые тату с кем-то и расстались? Расскажите в комментариях под видео. Обещаю, я постараюсь не смеяться. К тому же это не может быть хуже следующих примеров. Как это жутковатое лицо, например. Я сомневаюсь, что женщина изначально была польщена такой безвкусной татуировкой. Но ещё хуже оказался вариант, появившийся после разлуки обладателя тату с дамой. Угадаете? Добавьте рога, ужасающую улыбку и красную кожу, и вуаля! Вы можете говорить, что ваша бывшая девушка была дьяволом. И у вас есть доказательства. Эта татуировка – настоящее оскорбление для того, чей портрет изображён. Но не только с этой женщиной обошлись таким жестоким образом. Посмотрите, как милая румяная девушка превратилась в мрачного жнеца. Хороший способ сказать «ты для меня мертва». И, кажется, с Эрикой обошлись похожим образом, когда её превратили в невесту демона, сделав губы полнее и немного подправив нос. А это уже жестоко. А как насчёт этого демона, под которым скрывалась очаровательная девушка? Серьёзно, что она такого сделала, чтобы заслужить это? Вас тоже слегка пугает мысль о том, что эти бывшие всё ещё скрыты под слоями дополнительных чернел. Как бы вы не любили фильм, сериал или знаменитость, лучше спросить себя, насколько долго продлится эта любовь перед тем, как делать татуировку на всю жизнь. Это понял один человек, который вытатуировал Эйса Вентуру и его фразу «ну ладненько, на задней части икры». Если бы не волосы, я бы вряд ли вообще понял, кто это. Что же делать, если ты разлюбил свою ужасную татуировку Вентуры? Можно перекрыть её огромным Чубаккой, который, если честно, лишь немного лучше. Это единственный вариант, конечно же. Пусть это и не самый оптимальный выход – превратить Джима Керри в Чубаку определённо креативное решение. Помните, когда были в моде Трайбл Тату? Эти татуировки выходят за границы времени и культур. Они веками использовались для самовыражения и защиты самых разных людей, но теперь они выглядят скорее как дешёвые копии настоящих версий. Но никогда не поздно изменить Трайбл Узор на что-нибудь гораздо круче. Как в этом случае. Благодаря отличному мастеру эта скучная татуировка стала намного интереснее. Если присмотреться к оригиналу, можно увидеть ещё более старый цветочный узор прямо под ним. Целая коллекция тату. Но если вы не хотите выглядеть как украшенный Терминатор, есть другие варианты исправить Трайбл. Посмотрите на этого улучшенного ворона. Типичный и скучный узор теперь выглядит как настоящее произведение искусства. Может, когда-нибудь люди будут изучать, как менялись стили татуировок. Как сейчас изучают импрессионизм и сюрреализм. Думаю, все знают сказку про принцессу и лягушку. Но вы помните. Она целует лягушку, которая превращается в принца, и они живут долго и счастливо, бла-бла-бла. Но, видите, в случае с этой татуировкой всё произошло в обратном порядке. Из принца в лягушку. Наверное, тяжело, когда твоя бывшая любит амфибий больше, чем она любила тебя, Джим. Вот ещё одна татуировка для зала славы ужасных тату с бывшими. Если честно, выглядит так, будто художник не взлюбил Ким, когда он начал рисовать её на предплечье её парня. Но, поверьте, дальше стало только хуже. Наверное, их расставание было ужасным, ведь её превратили в гротескную медузу со змеями вместо волос, героиню мифов. Есть что-то отталкивающее в ярких цветах и похожих на лягушачьи глазах. Это почти может превратить вас в камень. Но из всех ужасных татуировок с бывшими девушками самое худшее точно это. Вообще, я бы не удивился, если бы Запка рассталась с этим парнем, потому что она не смогла смотреть на свой ужасный портрет на ноге возлюбленного. Почему эти глаза такие чёрные? И что это за линия на верхней губе? Он пытался сказать ей, что у неё усы. К счастью, владелец этого оскорбительного рисунка прикрыл его. И получилось великолепно. Запка наверняка была бы довольна результатом, хотя ей может не понравиться мрачный грим. Но татуировки могут спрятать не только неудачные портреты бывших девушек. Например, такие шрамы трудно скрыть в повседневной жизни. Но можно обратиться за помощью к татуировщику, который сделает нечто невероятное. Кажется, это самый очаровательный маленький Дарт Вейдер, которого я когда-либо видел. Это выглядит круто. Но взгляните на эту красивую розу, которую расположили так, чтобы скрыть большое родимое пятно. По оценкам, более 10% людей имеют какие-либо родимые пятна. Если вы входите в их число, и вам не нравится, как выглядит пятно, присмотритесь к его форме и подумайте, во что его можно превратить. Возможности безграничны. И еще о шрамах. Этот человек пережил нападение акулы и решил нанести на кожу напоминание об этом. Он сделал татуировку с маленькой акулой прямо в центре того места, где страшный хищник вонзил свои челюсти. Но, видимо, потом он посчитал, что маленькая тату плохо показывает, с какой огромной рыбой он столкнулся. И вместо малыша появилось это. Несомненно, цветочная акула впечатляет гораздо больше, но она полностью скрыла шрам. Если бы я пережил нападение акулы, я бы постоянно его показывал. Люди часто забывают, что плохие татуировки портятся с годами. Они тускнеют, размываются и вообще выглядят куда хуже, чем в первые несколько дней. Как пример, этот тигр с узором в стиле Трайбл, который получился так себе. Эту татуировку можно улучшить по-разному, но такой шедевр в стиле ацтеков поражает. Взгляните на детали. Вот почему важно с умом выбирать тату-мастера, друзья мои. Мы видели, как скучное мяу превратили в красивого гепарда, но что делать, когда надо исправить дикую кошку? Согласно одному исследованию 17-го года, для которого изучили 20 тысяч фото-татуировок в соцсетях, животные – самая популярная тема. Они составили 16%. Но разве тату не делают ради уникальности? И как улучшили эту голову тигра, превратив его в другое животное, правда весьма неожиданное? Лично я считаю, что персонаж из улицы Сезам лучше клишированной дикой кошки. Как мы выяснили, татуировки с возлюбленными или супругами – это плохая идея. И, казалось бы, после того, как человеку пришлось прикрыть имя, он усвоил урок и не повторит ошибку. Но некоторые выделяются, и получается нечто подобное. Этот парень практически превратил свои отношения в список покупок. Неужели он любил Анну, Розали, Джессику, Лину и Лору так сильно, что вытатуировал их имена? Когда читаешь этот список вслух, напоминай ту песню «Мамба номер файв». Лора, тебе стоит задуматься. Модные места размещения татуировок с годами меняются. И у женщин 90-х и начала 2000-х были особенно популярны татуировки на пояснице. Если вы про них не слышали, то их размещали на пояснице или еще ниже, что объясняется тогдашней популярностью джинсов с низкой посадкой и кроп-топами. Но, как и многие подобные явления, они быстро вышли из моды, а женщины остались с неловкими напоминаниями о прошлом. Достаточно трудно придумать, как исправить такую татуировку. Но мне кажется, этот элегантный дизайн с павлинами – изящное решение. Тоже можно сказать про этот лотос. Расположение осталось прежним, но татуировка стала красивее. Иногда лучше всего просто взять и признать свои ошибки. Вместо того, чтобы скрывать выцветшую морскую звезду, которую набили не подумав, можно привлечь к ней внимание. Обладатель этой татуировки не побоялся назвать все своими именами и добавил надпись «Подростковая ошибка». Отличное решение. Если бы мне давали по рублю за каждое увиденное тату с розой, я был бы богачом. Кстати, хотя животные стали самой распространенной темой татуировок, роза оказалась самым популярным предметом, с которым делали тату в 17-м году. А эта женщина отличилась неоригинальностью, набив себе огромную розу и узор в стиле Трайбл. К счастью, она передумала и решила скрыть татуировку. Или скорее улучшить ее. Вместо того, чтобы перекрывать оригинальные рисунки, Трайбл стал ободком с шипами для красивой девушки, а розу превратили в необычный головной убор. Очень умно. Когда возлюбленные оказываются полным козлом, девушки часто обращаются к подругам за советом. И, как правило, все не советуют одну довольно простую вещь – просто заблокируй его. Но что делать, если его лицо и имя вытатуированы на спине? Эта женщина воспользовалась тем же правилом и заблокировала его. Буквально. Я не знаток, но это явно было больно. Это же сколько чернил. Если вы не знаете, почему делать тату так больно, то это потому, что краска должна проникнуть глубоко, чтобы ее не смыло, но при этом оставаться видимой. И это место оказалось прямо рядом с болевыми рецепторами. Плюс татуировщики пользуются машинками, которые вкалывают иглу в кожу 80-150 раз в секунду. Эта женщина ненавидела бывшего, раз решилась на такое. О нет, очередная бывшая девушка, увековеченная на чьей-то спине. Может, лучше просто купить цветы? С Кейли решили расстаться, но в кого ее превратили? В Бэтмена на фоне Готэма, не меньше. Нужен острый глаз, чтобы увидеть потенциал в надписи. И стоит похвалить тату-мастера, который придумал такое решение. Но оказалось, что Бэтмен часто прикрывает забытых бывших. Вот еще Джесси, имя которой затерялось в сцене, где супергерой отвечает на Бэтсигнал. Наверное, она была польщена. И Бэтмен не единственный персонаж, занимающий место бывшей девушке. Посмотрите на это масштабное прикрытие. Конечно, можно было набить розу побольше или просто какой-нибудь череп, но нет. Этот парень решил набить огромный бюст Дарта Вейдера. Надо признать, результат правда впечатляет. Я почти слышу, как он говорит «Дженни, я твоя замена». Хотите увидеть еще один Трайбл? Ну разумеется, хотите. Ведь есть много ужасных узоров. Хотя ладно, это еще не самый худший. Но все равно выглядит скучно. В конце концов, такая татуировка выцветает и хвастаться уже нечем. Скорее даже захочется ее прикрыть. К счастью, этот парень нашел идеального тату-мастера, который превратил рукав в крутой киберпанк. Мне нравится, как он сделал из круга в оригинальной завитушке футуристическую деталь для нового рисунка. Даже самые простые татуировки с возрастом начинают надоедать. Возьмем, к примеру, этот крест. По той или иной причине владелец этого минималистичного рисунка решил его улучшить. Вот фотография процесса. У вас есть версии, что это? Простой и скучный крест превратился в красивое и яркое цветущее дерево. Видимо, теперь его религия – это природа. Вас в школе учили не зачеркивать ошибки, а просто перечеркивать их одной прямой линией. Что ж, этот парень, видимо, плохо слушал, потому что он придумал такой неаккуратный способ закрыть надпись. В целом это помогло, потому что теперь невозможно прочитать имя, которое было написано. Но выглядит уродливо, согласны? Иногда задумка татуировки не так ужасна, но ее подводит исполнение. Именно это можно сказать про такой дизайн. Русалка, сидящая в цветке – неплохая задумка. Но сама татуировка получилась сомнительной. Где ее глаза? Что это за завитки сзади? И мне кажется, или это мухи вокруг нее? Но вы не представляете, как изменили это тату. Получился динозавр, читающий книгу с трубкой, цилиндром и моноклем. Это гораздо лучше. Но я уверен, что постаревший хипстер потом захочет изменить и эту татуировку. Есть разные варианты исправления неудачных тату, но некоторые восприняли фразу «прикрыть татуировку» буквально. Взгляните на этот ужасный рисунок, какой-то трайбл и нелепый череп. Да это уже комбо плохих татуировок. И как можно прикрыть такое недоразумение? Нарисовать рабочего, который закрашивает рисунок. Это, наверное, один из самых креативных вариантов. Мне кажется, лучший способ перекрыть татуировку – это использовать форму оригинала и превратить его во что-то новое и при этом органичное. Вот, например, татуировка с каким-то ацтекским символом. Заезженный дизайн. Но потом его заменили на действительно уникальный рисунок. Оригинальное тату могло просто стать частью черепа. Но превратить его в узор на шапке – гениальное решение. Не только мужчины любят романтические жесты, которые со временем оборачиваются напоминаниями о неудачных отношениях. Посмотрите на это. Айзек, наверное, был настоящим бриллиантом. А может и нет. Учитывая, что девушка избавилась от его имени с помощью красивого банта. Тоже можно сказать и про Тиме, который стал жертвой такого прикрытия. Может быть, так женщина пыталась показать, что он ранил ее в самое сердце? Мораль всей этой истории в том, что даже если вы думаете, что ваша любовь будет вечной, показать свои чувства можно другим способом и не писать имена на коже. Если вы хотите узнать про другие ошибки, которые можно совершить с татуировками, советую посмотреть это видео. Оно рассказывает про тату, из-за которых у вас будут неприятности. А какое изменение татуировки в этом видео показалось вам самым креативным? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...